Критический взгляд на жизнь Критический взгляд на жизнь свойственен большинству подростков Он заставляет их видеть вокруг несправедливости и проблемы Решения которых зачастую настолько ясны и просты, что просто кажутся глупыми Ну и пусть, не всегда же быть умными Справляться с проблемами можно по-разному Можно писать записи в дневнике или в интернет-блоге Можно советоваться с родителями, как то рекомендуют психологи А можно анонимно писать письма неизвестному другу Как это делает Чарли в книге «Хорошо быть тихоней» 15-летний Чарли после двух тяжелых трагедий в его жизни Самоубийство друга и смерти любимой тети, к которому он периодически мысленно возвращается Пытается влиться в школьный коллектив старших классов И обо всем этом пишет письма незнакомому адресату Который, он надеется, его не осудит Чарли не хочет быть изгоем Но дело в том, что он не похож на остальных ребят Это замечают старшеклассники Патрик и его сводная сестра Сэм Которая быстро принимает его в свои ряды В окружении новых друзей, новых открытий и новых чувств Чарли порой теряется Но при этом всегда остается с собой Подростком, который не просто впитывает все новое и неизведанное А подвергает его тщательному анализу, прежде чем переварить При этом он пытается преодолеть на жизненном пути не только возникающие подростковые проблемы Но и скрыть ото всех груз своего прошлого В книге очень много американских реалий и тем Которые могут показаться непонятными И, может, даже неуместными для нашего менталитета Именно из-за них книга попала в категорию 18+. Манера повествования в виде писем неизвестному получателю Характер главного героя и многие черты других персонажей Являются для автора очень личными Так как он привнес их из собственной жизни С момента публикации книги я получил сотни и сотни и сотни и сотни сотен писем и имейлов Подростки подходили ко мне на улице И то, о чем они говорили и писали, трогало меня до глубины души Это позволило мне понять, что большинство подростков чувствуют себя одинокими Они думают, что их никто не понимает, никто не слушает Что окружающим нет до них дела Как бы ситуация не складывалась на самом деле В некоторых письмах ребята признавались, что планировали наложить на себя руки Но после прочтения книги они передумали Когда подобные письма приходят одно за другим Ты понимаешь, какая ответственность лежит на писателе Когда он обращается к аудитории В книге «Хорошо быть тихоней» Стивич Боски очень откровенно и искренне Рассказывает о самом критичном периоде в жизни подростка И пускай книга исполнена в осенних, увядающих тонах, замызганных дождем Она вызывает желание быть преданным самому себе И чувство причастности к чему-то большему и бесконечному Субтитры создавал DimaTorzok